Сегодня запланирован разговор о C строках и C++ строках. Первое. Строки и файлы. То, что у вас было на контесте, но поскольку тема вот эта вот, она с одной стороны чуть ли не не обхватная, большая, отлично. Вот. А с другой стороны, у меня есть некоторые темы, которые я не успел в прошлые разы, очень важные. Поэтому я использую неохватность этой темы про строкий файлок тем, что не буду вполне подробно и слишком много про нее рассказывать, а отошлю вас к справочной литературе. Значит, начнем с C строк. Значит, еще раз. Строки. Надо четко разделять, что есть строки, так называемые C строки. Вот. И анси строки. Си строки есть. И есть анси строки. Так было давно. Что такое C++ строки? Сейчас я тоже объясню. Это отдельная будет текст. Но что такое C строки? Вот давайте вообще разберемся, а как хранить строку, учитывая, что строка, вообще символ это что такое? Это по сути код символа, что совершенно логично. Кода символа достаточно, чтобы хранить символ. Нам не надо рисунок символа хранить в памяти, правда? Достаточно кода символа в некоторой кодировке. До недавнего, относительно недавнего, ну лет 20 где-то назад у нас Unicode стал общепринятым. Да, уже 20 лет, это уже много. Вам сколько лет? 19. Меньше. Но так недавно Unicode вышел. Вот мы родились, как раз он стал широко известен и популярен. Но еще до сих пор живы те кодировки, которые существовали до него. Однобайтные кодировки. Это история наша, от которой трудно отделаться. Знаете, как бывают какие-то атомизмы в языках, когда казалось бы... Нет, в языках в этом смысле меньше таких вещей. Ладно, в общем стандарты развиваются. Вот сейчас нужно пользоваться там, где только возможно, Unicode. А вот язык C, он растет еще оттуда. Он же 72-го был. Итак, в чем идея? Как мы можем вообще хранить C-строку? Ну вы помните, что... Нет, вы не помните. Ну в питоне, когда мы создаем список, он у нас условно неопределенного размера. И он сам помнит, какой у него сайз. Но на самом-то деле у него есть дополнительное свойство, атрибут, который как раз хранит его размер. Ну или вот как я теперь первокором рассказываю, я им чуть-чуть по-другому питом рассказываю. Я им рассказываю как раз, что вот массив, а вот в отдельной переменной n или top мы храним его размер. Понял? Вот так. То есть, ну что мы его храним отдельно. Вот я когда говорю о строке, то мне еще важно понять, а какова ее длина. Да? Потому что я буду эту строчку передавать куда-то. И вот было два выбора. Акции строки, они реализованы в частности в языке Паскаль. Они выглядят следующим образом. Вот идут байты строки. И первый байт, он хранит в себе нулевой. Ну в смысле нулевой, да? Нулевой позиции. Он хранит в себе не код символа, а длину строки. То есть вот здесь вот a, длина строки. А потом пошли символы. Соответственно, код символа, например, х, е, л, л, о. Логично, понятно. Мы заранее знаем длину строки. Да? Тут уже сразу написано, что длина строки 5. Да? Ну индексы в Паскале у строки начинаются с единички. Что тоже логично. Да. Какой минус у анси строк? Минус в том, что строка имеет максимальную длину 255 символов. Да? То есть опять же автоматически, поскольку у нас вот это байты, да? Следовательно у нас длина, максимальная длина 255 символов. Немного прямо скажем. Правда? Ну для имени, фамилии и так далее хватит. Да учитывая, что и объемы оперативной памяти раньше были не такие большие. Нормальная строка, а вполне. Да? Пожел бы стрим, там же длинные строки еще были. Да, еще можно лонг, лок и лонг стрим. Ну да, да, да. Ну в общем, я сейчас просто сам стандарт анси строк, который когда-то существовал, но у него есть безусловный плюс. Если мы хотим создать строчку на основе двух строк, то мы заранее знаем, сколько памяти нам под это дело понадобится. Ну и заранее, опять же, просто просуммировав два числа, мы сразу смотрим, у нас будет переполнение или нет. Поместится ли это в стандартную анси строку. Правда? Но, тем не менее, ограниченность длины, она как-то мешает. А учитывая, что язык C создавался конкретно под создание операционной системы Unix. Да? Денис Рич его делал для того, чтобы написать на нем Unix. До этого его писали Unix на ассемблере. В лаборатории Беркли, по-моему. А он это создал язык, чтобы самому же себе и писать. Такой низкоархитектурный язык. Архитектурно ориентированный. И вот, собственно, а там строчки-то подлиннее бывают. И надо как-то предусмотреть размер побольше. И что предложил Денис Ричи, соответственно, и реализовал? Мы берем и сразу поехали писать. Х, Е, Л, Л. Может быть, я не знаю, может кто-то ему, или это он откуда-то уже взял. Мне не хочется его осуждать, потому что он действительно потрясающий программист. И язык это много чего достоин. Не зря мы все-таки его затрагиваем и учим. Потому что затрагиваем краешком, это чистый символ. Так вот, вот еще ЛО, а в конце я сейчас вот так этот символ напишу. Касая 0. На самом деле можно было бы не писать вот так, а без кавычек 0. Сюда бы не писать. Обратите внимание, это не символ 0. Это не символ. Или вот так, давайте еще другой весь вариант. Я подчеркну шестнадцатеричное его 0x0. Как мордочка какая-то будет, правда? Ну, в общем, тут 0 фактически, шестнадцатеричный 0, вот двоичный 0. Символ с кодом 0. Это специальный зарезервированный символ. И эти строчки называются строки Zero Ending String. Строка с завершающимся нулем. Понятно? В чем минус этих Zero Ending String? Мы не знаем, когда строка закончится. Она может быть любой длины. Это, по сути, как последовательность чисел с терминатором. Помните, как две задачки. Ну, опять же, я сошлюсь на ЕГЭ, которую вы не сдавали, но зато я давал это в программе первого курса. Два варианта задачек с потоками чисел. Первый, где мы заранее знаем длину потока, в первой строке вводится количество чисел, а потом пошли шарашиться числа. И другой вариант, когда нам неизвестно заранее количество чисел, но есть терминальное число, 0 или минус 1, и мы, соответственно, на нем остановимся. Ну и, соответственно, с C-строками тут это очень удобно. Мы просто передаем указатель на начало строки, вот ему буквы S назову, указатель на начало строки, и операционная система должна будет выводить эту строчку до тех пор, пока не встретит символ с кодом 0. Он на вывод не попадает, он просто терминал. Ясно? Теперь, внимание, вопрос. А что будет, если я возьму, ну, всякое в жизни бывает, это моя память, моя память, я могу вот этот вот символ с кодом 0 взять и перетереть символ с кодом не 0. Ну, я же тут массив, массив, элемент, массив, элемент, возьму и туда пихну какое-нибудь число с ненулевым кодом. Что у меня произойдет при распечатке? Просто распечатка. Я вызываю в операционную систему, говорю, распечатай мне. Что произойдет? Ну, выход за границу, то есть он побежит куда-то туда печатать что-то, что там дальше, интерпретируя это как коды символов. Вплоть до того, что убежит в чужую память и даст мне сам же по голове за то, что я полез в чужую память. Ну, понятно, да? То есть это в этом смысле может привести к нехорошему. С другой стороны, я могу взять и как бы укоротить свою строку, да, взять и, ну, например, вот эта строка S, да, я к ней обращаюсь и говорю S с индексом 2 равно 0. Обратите внимание, без кавычек. То есть что я сейчас загнал? Я загнал нулевой символ, символ с кодом 0, загнал в индекс 2. То есть куда? На место буковки L. Я стер буковки L. Коды букв L и O? Нет. Они себе так торчат там в памяти. У меня размер аллоцированной области уменьшился? Нет. Она вся присутствует. А что произошло? А просто там символ с кодом 0. Соответственно, любая подпрограмма, которая работает с C-строками, любая системный вызов, который вот работает с C-строками, он как это будет интерпретировать? Он на этом символе закончит обработку. То есть это будет для него терминатор. Он просто дальше не пойдет. Понятно? То есть у нас возникают два размера строки. Первый – это размер реально аллоцированной памяти под строку. Сколько памяти реально под этот массив у нас забрано и зарезервировано. Второе – это размер, которым надо вот мерить методом. Давай-ка добегу до конца, посмотрю, где же там символ с кодом 0. Понятно? В чем минус этих C-строк? Минус этот вскрылся не очень-то быстро. Вначале казалось, что они прекрасны. Но нет ограничений в 250 тысяч. Однако же, я вам сошлюсь на такой анекдот про маляра Шлемеля. Маляр Шлемель устроился красить дорогу. Сейчас я изображу, чтобы вы осознаете. Значит, дорожную линию, раздельную линию в дороге. И он… Камеру сейчас придется падить сюда. И он вышел на работу, в первый день покрасил 100 метров. А, 100 метров, ну не важно, 300 метров. Во второй день он покрасил 150 метров, 200 метров, допустим. В третий день 100 метров, в четвертый 50 метров. Это плюс к тем, да? В пятый, да, плюс к тем. Я вот протерекрашу. В пятый день он покрасил 20 метров. На шестой день работодатель говорит, ну это уже ни в какие ворота не лезет. На что Валяр Шлемель говорит, я с каждым днем я все дальше отхожу от банки с краской. То есть, есть начало страхи. Вот представьте себе, я каждый раз, мне нужно конкатинировать к строке строку. Мне что нужно сделать? Мне нужно вначале добежать до того места, где заканчивается строка, найти конец строки. Я нашел, да? И дальше с этого места у меня теперь есть указатель на конец. Слава Богу. Да? Я беру из второй строки и начинаю сюда конкатинировать. Ну и естественно, что я этот конец сдвину, да? И ставлю сюда. Мне нужно второй раз осуществить конкатинацию. Ну, есть такая стандартная функция. Библиотека. Я вот сюда. Бедный оператор. Значит, include С-стринга. Ненавидите эту библиотеку, пожалуйста, ради меня. Ненавидеть людей нельзя, православного христиана. А вот какие-то вещи, ну, правда, все равно не надо возмущаться душой. Но можно испытывать вот некоторые вот особенные чувства. Вот можно. Это действительно вредная вещь. Именно она создает большую часть, ну, не конкретно эта библиотека, а вот си-строки. Именно они создают большую часть зависаний. Когда вы открываете корзину, в которой у вас миллион файлов. Ну, миллион. Десять тысяч файлов накопилось. И она, вместо того, чтобы просто открыться, она тормозит очень долго. Причина этого в вот этом парадоксе Малера-Шлемиеля. Значит, смотрите, что я фактически сейчас сделаю. Вот я сделал строчку. Допустим, она у меня там зарезервирована, достаточно большая. Кто же меня... Ой. Чуть-чуть. Значит, допустим, она у меня там достаточно большая. У меня есть чар С1. Достаточно большая строка. Я зарезервировал памяти, что мне ее хватит. Да? И я, соответственно, давайте я С1 и С2 зарезервирую. Там тоже порядочная память. Да? Ну, может, чуть-чуть поменьше. И дальше что я делаю? Я беру С2 считываю, но, правда, его из С1 считать так просто не получится, но я могу построчно считывать. GetLine. О, сейчас, секундочку. Да. С1 говорю, С1, да? А, как мне? Нет же, нельзя же плюс равно никакой. Это же массив, это же просто адрес начала. Мне нужно же поэлементно туда скопировать. Что я сделаю? Я использую стандартную функцию. Я сейчас ее распишу, чтобы вы знали, что она внутри. В этой функции. Что я сделаю? Значит, я вызываю функцию стркат, стркат, которой я даю С1 запятая С2. Волшебно. Функция конкатенации, она к строке С1. Ну, я тут напишу, чтобы было понятно, что у С1 в начале в состоянии пустой строки я в С1 нулевой положу символ входа в ноль. Ну, что, она пустая. Там сразу терминатор стоит. Что такое CIN? CIN? Да. Это стандартный объект потока консольного ввода. Ты чего? СТД CIN. Я просто СТД перед ним не пишу. Леш, ты чего? Это СТД CIN, не компилируйте. Ну, с которого мы считывали. ИОС-тримовский. Просто в данном случае я пользуюсь его методом, а не оператором. Потому что то, куда я собираюсь считывать... Он же там должен по идее в скобочках указать СТД CIN. Типа СТД витлайн, скобочек СТД СИ и еще СТД. Это для C++ строк. Си строка сейчас. Массив. Массив символ. А, то есть массивный символ, а он забирается? Да. Для массива символа в такой гидлайн должен работать. Более того, ему обязательно надо указывать максимально допустимую длину, чтобы он не напихал в этот массив уже в недопустимую варь. Короче, вот, собственно, вот этот строкат такой безобидный. Потом я еще раз считаю еще, да, и еще один строкат туда. С1, С2 и еще один. И так безобидно все выглядит, правда? Что я делаю? Я беру и склеиваю строчку из других строчек. На самом же деле, что я делаю? при каждом строкате я должен вначале линейным поиском найти ноль. О, вот он. Следующая строка, а, ну, естественно, нашел ноль, и от него я отложил, соответственно, покрасил кусочек. Так, все, отступил. На следующий день что я начинаю делать? Следующий строкат, я снова ищу, где же там конец строки. и снова к нему иду. О, наконец-таки нашел, прочапал там уже, может быть, тысяч пять элементов. Каждый из них я беру и просматриваю. Ты ноль? Нет. Ты ноль? Нет. О, ты ноль? Да, ты ноль. Отлично. Начинаю делать, собственно, конкатинацию. Сюда закладываю. Все. Третья конкатинация. Вы понимаете, на что асимптотика? Какая получается? А если этот строкат в цикл? Возьму. То есть, я вот это дело возьму и обыму фором. Ну, так, сто или тысячу раз. Тысячу раз прибавляю сто раз по сто символов. Понимаете? Получается, сто в квадрате. Ну, там будет постепенно вырастать. Но вы понимаете, что сумма арифметической прогрессии имеет квадратичную, n квадрат пополам. Да? Я совершенно ни на чем, ни за что покупаю квадратичную асимптотику вместо линейки. Асимптотика – вещь злая. Вначале вроде бы кажется, что все работает, а потом, когда длинный строк вырастает, то возникает, собственно, проблема в нашей линейке. Чем дальше, тем хуже. Поэтому очень много проблем с зависаниями связано именно с этим. Как устроены строки в языке C? Надо сказать, что, во-первых, про существование крокодила. В какой-то момент возникла такая идея. Но все-таки как-то нехорошо с строками. По-моему, в Mac OS там в свое время давно-давно была принята такая. Сейчас это просто может идти по-другому решается, я знать не знаю. Но я когда читал статью про это дело, я узнал, что в Mac эту проблему решили так. Они сделали крокодила, у которого анси строка имеет завершающий ноль. То есть здесь указывается количество символов. Но если нам надо передать ее в операционной системе, куда надо, то мы берем указатель на 1 байт или если мы тут захотим, можно же больше в принципе хранить. Двухбайтный ин туда вставим. Ясно-логика. То мы можем вот это указать и работать с ней как си строкой. А захотим как сан си строкой. Вот такой крокодил существует. Вот. Значит, си плюс плюс строк. Чем хороши? И в случае анси строк, и в случае си строк у нас остается вопрос с аллоцированной памяти. А сколько памяти уже аллоцировано? То есть всего лишь вот такая простая вещь, как прибавить к строке еще одну строчку с плюс равно с1 это нетривиальнейшая вещь. В процессе удлинения строки у меня аллоцированной памяти уже аллоцированной в строке с может не хватить. То есть у меня, например, первая строка вот эта вот с она у меня например имела хилло хилло еще был запас небольшой несколько символов можно еще было туда писать. Просто я вот массив реально хранил который выделил память он был с небольшим запасом allocated size некоторых да? А я хочу туда прибавить world world проблема какая? В том, что не лезет оно туда. не лезет оно туда. Что мне надо для этого сделать? Мне нужно аллоцировать память. То есть мне что придется? Обслужить отказ в обслуживании. Сделать молок. Ну представляете себе, да? Вот представьте себе что это ситуация чистого си. Вот вот тут я написал строкат и я так верю в него что он это сделает. как он это сделает? Он сделает это, но не глядя на память. Это как этот человек который косит траву не глядя на какой участок он зашел он уже розы на соседе в участке косит. строкат плевать хотел на все условности вылезет он в чужую память когда S1 прикрепляет символы или нет. Понимаете? Вот. А си плюс плюс строки они мощные они как в питоне си строка си плюс плюс прошу прощения строка си плюс плюс строка это объекты это объекты объекты это такие товарищи достаточно умные то есть у него операция которая выглядит просто на самом деле является очень сложной он успевает много чего проверить и подумать то есть вы ему говорите прикрепи к себе S1 не он не начнет сразу бежать циклов и копировать ну во первых объект объект строки сейчас не важно где в памяти он вообще это может хранить отдельно в отдельном атрибуте он будет и так помнить свою длину в отдельной то есть ему не нужно бежать до конца чтобы узнать где же нам конец он строка просто знает свою длину поэтому когда вы хотите узнать вы просто S сайз спрашиваете и все и вы знаете длину это по от единицы то есть ничего не стоит по времени узнать длину строки S++ скорость как у аксистропы но длина не ограничена 255 байт второе это автоматическое аллоцирование памяти автоматическая работа с памятью что это значит при создании си строки у вас будет выделено столько сколько нужно под хранение начального значения когда вы удлиняете строку то если уже аллоцированной памяти окажется недостаточно то он выделит ее как минимум столько сколько вы присоединяете но он может на самом деле интеллектуально подумать а не увеличить ли ее вместо прибавления констант или просто удвоить аллоцированную память это уже зависит от механизма работы так называемого аллокатора строки у строки еще можно управлять ее алгоритмом аллокации но это уже неважно у любого контейнера в плюсах есть такие возможности дополнительно контролировать как он будет управлять память но смысл в том что это все тихонечко произошло понимаете тихонечко классно и удобно поэтому моя вся логика всего разговора она сводится к чему никогда не пользуйтесь по возможности си строками всегда пользуйтесь только строками си плюс плюс если не хотите чтобы ваша программа в совершенно неожиданных местах зависала когда нибудь или проблемы с памятью начались безобидно вроде ну что я тут делаю такого ничего же я вам в прошлый раз рассказывал о передаче массива функцию и самое страшное возврат из функции возврат из функции уж казалось бы что проще возврат из функции строки функция которая считывает строчку и возвращает ее согласитесь ну как берет число что-нибудь с ним делает и возвращает да логично она создает новую строку и возвращает объект строки честь там си нет объекта строки там массив массив вернуть из функции нельзя значит возникает сразу вопрос где мы реально будем аллоцировать память этот массив значит вне функции желательно это делать а если мы аллоцировать внутри функции то жесть вот у нас в си стринге ненавистном который чистый си строки там есть кроме а кстати а как узнать размер строки в чистом си если у объекта си плюс строки с точкой сайс а как у си строки узнать знаете как стрлен стрлен от с это функция которая возвращает размер строки но если вы думаете что она просто берет и возвращает размер строки это не так это как раз вот та самая она бежит и каждый вас спрашивает ты ноль ты ноль пока не встретит а сама счетчиком считает ясно я не буду сейчас писать реализацию она понятна по логе еще один важный момент самое главное как научиться работать с каким-то объектом вот я вам сказал есть такой вот объект си плюс строки давайте назовем их стд два двоеточия стрим ну кстати в этом смысле и понятно почему они у нас являются не встроенным в язык типом а принадлежащим пространству стандартной библиотеки библиотечный объект почему потому что они достаточно сложный объект и он действительно реализован отдельно рядышком от языка но вдруг в вашей программе не нужны строки плюсов понимаете не нужны значит вы их не инклюдите кстати инклюд для плюсовых строк выглядит очень похоже только без букв в конце точка h никогда не надо писать если только вы не инклюдите свой собственный хедер если это из стандартной библиотеки то точка h не пишется ни в первом случае ни во втором то есть что вы делаете вы инклюдите стринга забываете и никогда не пользуетесь массивами чара по возможности если только там ну совсем невозможно без них вот и что делаете ну вот std string это там объект который там внутри и пожалуйста себе их создаете инициализацию строки можно хоть вот так вот написать хоть вот так вот написать равно хоть вот так вот можно ее инициализировать то есть передать ей в конструктор начальное значение и так и так пройдет нормально без проблем строка является как бы массивом как бы массивом в том смысле что мы можем к ней как контейнеру обращаться посибально то есть я могу завести давайте я так делаю циклом for пробежаться по индексам от 0 до размера s.size до s.size и осуществлять что ну например сейчас std shout s.cat о элементный доступ к строке а я сказал что строки в языке c++ изменяем не сказал строки в c++ в отличие от питона изменяемые кстати о чем это нам говорит может там ссылочка нет нет ну я когда говорил вот вашему потоку я рассказывал что строки в питоне неизменяемые и давал пояснение почему ну кроме того что их удобно использовать как ключ в словарях для этого нужна неизменность дело в том что строки в питоне это utf-8 строки unicode имеет несколько вариантов и utf-8 неравномерное кодирование где аске символы кодируются одним байтом а русские двумя уже а какие-нибудь китайские там четырьмя шестью может быть восемью байтом у него разные символы кодируются разным количеством байом поэтому в строке современной кодировки utf-8 быстро сказать где находится 76 символ нельзя для уникодовских строк это вполне нормально с ней обычно работают как с неким потоком нам не нужно как у массива добывать какой-то тот у строки обычно последовательный доступ требуется правда же поэтому используются эти unicode 8 строки utf-8 с неравномерной кодировкой но есть и равномерная кодировка это в 16 так вот учитывая что строк если у df-8 строка то представьте себе что у меня там будет например 1 байтный 1 байтная буковка сейчас ну давайте например наоборот давайте 2 байтный чуть-чуть например 2 байтный f и а тут какая-нибудь 1 байтная дефис у меня тут есть символ который 1 байтный в серединке между 2 байтной что-то все это в карту может и так нет не надо ну в смысле мне может не надо лекцию читать ладно я короче смысл в том что если я захочу заменить этот символ то возникнет проблема с двигатой я захочу сюда написать какой-нибудь там фи фи р условно неважно и у меня этот символ он 2 байтный и вот сюда не лезет на замену 1 байт поэтому utf 8 строки они плохо переносят вставку в середину какого-то символа замену символа на символ понятно склейка строк ок а вот вставка именно поэтому в питоне строки не только поэтому в том числе строки не изменяем а в плюсах изменяемые что это значит что значит они не юникод то есть несмотря на то что сис плюс плюс строки хороши я вам их сейчас расхвалил они не юникод и tf8 ну а значит там эти древние кодировки 1 байт на самом деле конечно в плюсах есть возможность работать с юникодом и есть возможность работать но это будет не совсем строки но проще если использовать именно стрингами проще заставить его работать с 2 байт от f16 или 4 байт от f32 но с равномерным но в любом случае си плюс плюс строки еще раз скажу изменяемые то есть я могу взять и сказать например с нулевому сказать ему ты теперь равен м или лоб так ладно дело в том что в питоне одинарные кавычки двойные были одно и то же это и то и то было с стр а здесь нет одинарные кавычки это чар и он может содержать только один символ более того чар является фактически числом то есть когда я пишу буквку вот буквку а да можно умножить на буквку з буквы буквы можно и складывать и вычитать что это я пишу такой бред делить 0 кстати получится потому что я работаю с кодами символов в си и си плюс плюс нет такого понятия как отдельный тип для символа и отдельный для кода символа в паскале если вы когда-нибудь писали на паскале то в питоне вы это помните есть орд и чр помните вот орд он работал для односимбольной строки возвращал ее код в таблице и не код а чр возвращал соответствующий символ когда вы даете ему ну я пишу с возвращал опять же в питоне строчку односимбольную которая соответствует правильно в паскале он возвращает не строчку а именно тип чар чар там это символ а возвращает интеджер в си плюс плюс нам это не требуется у нас символ сам по себе и есть код символа логично ну просто при распечатке до экрана если вы все аут будете чар печатать то он подумает что вы хотите именно увидеть не числовое значение кода символа а тот символ из кодовой таблицы который соответствует в этом смысле просто будет интерпретироваться так время наше течет давайте быстрее сейчас разберемся со строками значит еще раз значит первое строки допускают конкатенацию вот типа вот такого характера плюс строки можно сравнивать друг с другом меньше больше строки можно поэлементно изменять если что можно по буквально их разбирать добывать поэлементно их значение да можно туда что-то впихнуть новый символ вместо старого вот но вообще я вам рекомендую для того чтобы получше познакомиться с этим объектом изучить собственно стандартную библиотеку ну не лазить в исходнике а какой-либо справочник справочник какой-то а где справочник еще и актуальный только в интернете я лично в отличии кстати от питона такого места где вот можно взять и посмотреть абсолютно идеальную документацию да еще и бесплатно нет есть стандарт языка C++ но он в не очень читабельном виде хотя есть его перевод на русский язык его можно купить или нелегально скачать есть стандарт кстати в английской версии стандарт есть в черновой версии которая почти почти финальная ну ей ее более чем достаточно в этом стандарте конечно же тоже можно посмотреть все что касается стандарт языка 2014 года можно сразу 2017 поискать не все компиляторы все фишки будут поддерживать C++ 2014 стандарт так вот я рекомендую я сам пользуюсь не вот тем что лезу в документ стандарт там читать нет я пользуюсь таким сайтом который называется c++ ++.com таких сайтов которые содержат в себе референс по стандартной библиотеке C++ ощутимо много их много вот я выбрал и пользуюсь вот этим вот вы прям открываете там заходите референс лайбрари C++ библиотека стринг открываете какие объекты вне определены вне определен объект типа стринга какие у него есть методы как его можно звать что он умеет делать и там все подробно по полочкам расписано если вам какие-либо специфические вещи с ним нужны пожалуйста значит что мне единственное вам надо сказать для выполнения задачи контеста как считать строчку со стандартного потока ввода вывода она считывается следующим образом я не буду туда сюда писать C S у меня сейчас строка C S все считали но не до конца строки а до пробельного символа до пробельного символа как мне определить что у меня на потоке ввода все закончилось кстати еще одна проблема как мне организовать поток ввода я с консоли пишу пишу enter enter как мне прервать поток ввода в лидоксе это делается ctrl d нажимаете ctrl d значит я больше программ вводить не буду поток ввода закончился как бы файл закончился вопрос еще как определить вот это считывание будет по словам игнорируя пробелы строка S не будет содержать в себе ни символов перевода каретки ни символов пробелов очередное слово из непробельных символов состоящих понятно то есть если мне нужно например организовать считывание по словам ну и вывести эти слова в той или иной форме то я могу это организовать каким именно образом ну вот таким вот образом пока ну давайте заменим пробелы на ам на перевод на звездочки что у меня здесь происходит что делает вот выражение извините в условии while ответ оно будет истинным пока мне удалось считать строку то есть он зайдя сюда проверяя условия считывать строку а результатом истинность или ложность она будет что успех или не успех этой операции если строку не удалось читать а ее когда может не удастся считать если закончился поток будет все конец так все так вот в этом случае соответственно если удалось читать то я захожу в тело цикла и распечатываю эту строку то есть слово так это первый вариант считывания по словам то есть в отличие от видона где был input основным способом ввода где мы сразу целую строку в смысле до конца до перевода каретки брали она содержала в себе пробелы и возникал вопрос как ее сплитнуть то есть здесь она в этом смысле сплитится автоматически возникает другая проблема а где же перевод каретки то поймать потому что у меня перевод каретки будет считаться таким же пробелом такой же табуляции то есть абсолютно хоть 10 enter я их буду нарисовать как мне реально строка строку считать да 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 ну последний символ посмотрите какой последний ну посмотрите если у строки последний символ это перевод строки то все нельзя ну потому что здесь он его просто в принципе не учить сама операция считывать ой простите меня пожалуйста я извините никуда написал а нет здесь все 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 правильно а в этом случае надо сделать get line обратите внимание что get line есть два есть get line для c строк а есть get line для c++ строк get line для c++ строк он выглядит следующим образом я опять же не буду писать std get line cn s вот это то же самое что s равно input в питоне только да ну нет не только все да перевод строки туда не будет входить ясно в каких-то задачах бывает так нужно в каких-то да и по жизни бывает иногда надо так а иногда надо читать еще раз объект называется std string чтобы узнать об объекте это подробно любой референс по библиотеке в котором будет описано библиотека string и все но в любом случае работа с объектом в котором инкапсулирована вся работа с памятью вот этим вот как какого размера строка она удобна намного удобнее чем просто голая массив символ так время 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 с файлами файловые потоки файловые потоки я буду опять же сейчас не буду тратить слишком много времени потому что это такая референсная штука она требует просто ссылки на библиотеку и все есть есть такая библиотека fstream библиотека библиотека файловые потоки в ней описано три объекта три объекта я сейчас не буду более глубоко и рамки раскрывать в ней есть три объекта это if stream это off stream off stream и это f stream который обладает возможностями и того и другого что умеют делать объекты вот этих типов там описаны классы то есть типы такие это файловый поток ввода для считывающих для файлов открытого насчитывания это файловый поток вывода для файлов который выводитель а f stream для файлового потока который одновременно и на считывание и на запись на самом деле мы можем вот этот объект использовать для того чтобы открыть только на чтение для того чтобы открыть только на запись но лично мне кажется более разумным уж если вам не нужно сразу использовать специализированный либо тот либо другой как это будет использоваться значит смотрите я специально сейчас выделю функцию void read array у меня есть какой-нибудь int звездочка a есть соответственно int a size и соответственно я сюда передам имя этого файла имя файла из которого я хочу считать этот массив ну естественно я его в стринге передам стринг пропуская std в ранней кратности стринг fname итак мне нужно из файла с именем fname считать a size чисел массив a который я сюда передал по указанию понятно да сейчас все нормально пишу что я делаю я создаю объект if stream тоже я пропускаю сейчас std std два двоеточия if stream называю его if нельзя ключевое слово запрещенное f in f in не конец а файл in в скобках я передаю ему fname и что я делаю для k от 0 до a size k плюс плюс или плюс плюс k что я делаю я соответственно считываю из файла f name f in соответственно объект который потока файлового f in считываю в a k d k a k a k я даже фигурных скобок могу не ставить поскольку у меня один оператор и на этом функция закрылась если бы это было в чистом c то сейчас на меня нужно было бы ругаться ну как это я открыл файл и не закрыл его понимаете как это так почему потому что программа эту функцию read array вполне возможно в моей программе придется вызвать один раз второй раз третий раз четвертый раз пятый раз операционная система ограничивает количество одновременно открытых файлов чтобы не возникало такого что процесс взял а хочу этот файл открыл себе операционная система чтобы открыть файл она кусок этого файла копирует в оперативную память создает так называемый буфер обмена в котором происходит собственно непосредственно чтение запись в процессе работы программы а когда программа закрывает файл тогда сбрасывается буфер он может быть и раньше сбросится но когда файл закроется то точно сбросится буфер на древний диск все изменения войдут в реальный файл да то есть но если я буду вот так вот этим ресурсом разбрасываться один файл открытый файл 3 файл открыл то операционная система она все раз кусок памяти выделила два кусок памяти три кусок памяти выделила а я их не закрываю то есть я рисурцом похожего и не закрываю рисунок почти то же самое что утечка памяти поэтому операционная система в какой-то момент она выдаст отказ кстати как он тут будет выглядеть как будет выглядеть этот отказ либо исключение либо исключение либо просто файловый поток не свяжется с файлом я честно сказать не помню не помню, надо смотреть но может произойти отказ но оказывается, что в данном случае, поскольку я пользуюсь C++ C++ способом работы с файлом то меня бить не надо потому что я создал объект умный, а объект как вы знаете штука умная и этот объект подсел на ресурс он его мейнтейнер он его поддерживает он за него отвечает в рамках моей программы fnm это всего лишь имя файла а вот fin для меня это представитель файла в моей программе так вот в момент, когда заканчивается контекст существования этого объекта будет автоматически произведено закрытие файла со сбросом буфера объект об этом позаботится то есть этот объект инициализировался подсел на ресурс когда он умрет он все подотрет почистить ясно? это не сборщик буфера это организовано через конструктор инструктор про них будет попозже когда мы займемся классами так как узнать подробнее как работать с ну с стримом ситуация такая же то есть с in и с out они уже создали у вас представление о потоках я так думаю что вы прекрасно понимаете примерно как с ними работать да? вот этим двумя галочками только главное в ту или в ту сторону когда вы создаете объект типа f-стрим то ему кроме имени файлов сколько надо указать еще и моды его режим на чтение на запись или на чтение и запись еще есть такие варианты вот этого вот f-стрима вы можете создать f-стрим f 1txt а в качестве режима указать rv плюс что это? и читать и писать я буду в этот файл и курсор то есть текущую позицию поставить в конец файла по-моему я честно сказать не помню это опять же уже нужно к библиотеке обращаться это такие практические вещи которые нужно вот они когда часто работаешь много с этим они в пальцах я давно этим не пользовался ну вот если открыть библиотеку референс посмотреть как f-стрим работает что у него в конструкторе то там будет написано поэтому в библиотеке и там все будет написано есть еще один интересный интересный объект крайне интересный он называется строковые потоки я надеюсь что я на сегодня сейчас посмотрю есть что вам еще запрограммировать строковые потоки сегодня если вы хотите вывести в строчку число или считать из строки число что вам делать есть вариант использовать такие функции как называется а то и и то а да не дай бог это функции ползут своими хвостами из языка си вот и естественно работает си строк вот не дай бог не надо вам эти функции вот значит строковый поток для того чтобы работать со строкой точно так же как с файловым потоком то есть можно будет взять кусок строки интерпретировать добывать из нее куски я могу подключить библиотеку стринга стрим сейчас одну секундочку вот сейчас я сомневаюсь мне лучше подсмотреть потому что они называются вот с фстримом там проще сегодня интернет улетный в институте причем сам интернет в принципе существует а вот DHCP сервер айпишники не выдают стрим по моему библиотека называется стринг стрим а тип называется S-стрим 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 тип да сейчас вырежу чеку связь есть ура ну вот заодно я вам покажу куда кликать референс вот здесь вот есть соответственно контейнер так нас сейчас не контейнер интересует вот это C-лайбрари это все что ползет еще из чистого C а input output это соответственно а прошу прощения библиотека S-стрим а тип стерик стрим не зря посмотрел значит инклюда S-стрим вот а когда я захочу собственно создать экземпляр этого объекта то он будет называться S-T-D стринга стрим так вот я назову его S-out S-out и дам ему строчку в качестве того на самом деле можно его создать и в отрыве можно его создать и в отрыве значит секундочку классы стринг стрим вот он класс стринг стрим input output стринг так там все для конкурса есть честны честны надо пробовать как с ним поработать но там можно если на чтение тогда ему надо дать строку а если на запись то я могу просто вот взять строковый поток и дальше в него начать выводить взять и в S-out чего-нибудь выводить и поскольку вот этот оператор позволяет в поток выводить и числа и логические значения и строки то я могу туда написать X равно 7 точка true true прошу прощения 7 плюс плюс с маленькой гуковки да handle spd handle я могу туда напихать вот таким вот образом столько сколько надо причем раз два три как сяуком но в отличии от консольного это никуда не попадает а это попадает внутрь вот этого вот строкового потока и я могу взять и написать когда мне понадобится добыть оттуда его содержимое get если не ошибаюсь достает все символы из потока каким именно get и мы туда передаем char звездочка не очень хороший способ сейчас как мне в строчку это дело как мне в строчку это дело сделать какой нибудь посмотреть с ним пример чисто get set content public member стр возвращает стринг соответственно и можно ему задать возвращает строковый объект копии текущего содержания потока то есть я в любой момент могу взять и сказать что моя строка s string s я говорю s равно s out точка str вот таким вот образом я беру и его рассматриваю как строчку вот ну и в принципе я наоборот могу взять и в него напихать строчку если мне надо какую-то строчку сделать потоком чтобы из него посчитывать из этого строкового потока и распознать как числа то есть если я знаю например что там у меня фамилия имя и число я его могу get line в один раз достать и потом туда подопихать прошу прощения потом оттуда наоборот подопывать так ладно на этом собственно я опять же отсылаю вас к реферам в библиотеке нечего мне много рассказывать да но вот способ еще раз говорю интерпретировать куски строки как числа наилучших это не а то и да а все-таки плюсовый способ строковый поток так а теперь давайте я вам расскажу про такую вещь которую я не успел раньше рассказать это динамический список значит есть такая штука чисто в си как структура помните я вам про них уже рассказывал структуры все структуры и про указатели вы тоже уже помните да что указатель на указатель на указатель на указатель могут создать вот такую вот конструкцию только там вроде бы ничего не полезного не прячется и хорошо бы это дело что-то присоединить приложить к каждой записочке какую-нибудь конфетку да вот оказывается эта структура вот такая она существует и легко реализуема при помощи собственно указателей и си структур для этого мне требуется называется это дело односвязный список односвязный список вот и мне для этого требуется определить такую штуку как звено было не было рисовал но не реализован вот соответственно указатель должен указывать на следующее указатель который указывает на следующее звено то есть у меня какая возникает ситуация что у меня должен там быть указатель который указывает на тот же самый тип звена возникает некая циклическая зависимость дальше возникает только один вопрос как это дело правильно аккуратно написать так ну что пишем новый файл я его стрим подключу так сохраняемся так это у нас будет связанный список линклист ну все супер видно сюда значит что мне нужно создать мне нужно создать структуру которую я назову тинодэш вот эта буковка Т она совершенно не обязательно в принципе да так называемая венгерская нотация которая просто обозначает что это имя типа в принципе вот если следовать скорее более современным я бы оставил вот так вот звен линус тормолец по моему наступает против венгерская нотация ну я вот так я раньше его всегда называл тинодэш давайте последую традицию оставлю вот нодэш теперь возникает вопрос мне в нем нужно хранить что-то реальное ну давайте туда а что мы туда пекаем давайте строки будем туда пекать раз уж сегодня тема строки сегодня там будут строки include string плюсовый и у меня там внутри будет соответственно string std string соответственно s ну или day потому что данный а теперь смотрите мне нужно чтобы тут был такой атрибут как next причем next является ссылкой на следующий экземпляр узла то есть является указателем на тноды я конечно мог бы его сделать вот звездочкой то есть указателем не типизированным но тогда каждый раз при обращении мне будет потребуется ему объяснять что ты на самом деле указатель на тноды а я вместо этого хочу явным образом типизированным указателем сюда засуну понятно в этом случае я что пишу значит если это плюсы то я подозреваю что здесь никаких больших проблем с этим не должно быть я а почему это же вообще так я пишу тнод звездочка next если тут как раз так это сработает по-моему должно сработать если бы это был чистый си то здесь были бы некоторые приседания а я не хочу сейчас рассказывать там type d лишний ну вот значит что у меня теперь получилось да и вот такая то есть казалось бы никакой тип не может содержать самого себя в качестве атрибута это логично но указатель на самого себя он может содержать потому что указатель он маленького конкретного размера поэтому когда будет рассчитываться размером сайзов типа структуры то все будет в порядке он спокойно добавит туда 2 или 4 или сколько надо байт на хранение адреса и все поместится просто он будет знать что тип его это ссылка на такой же собственно элемент а дальше возникает вопрос как создавать и как добавлять элементы в список значит я создам сейчас еще одну структурку а давайте вначале без лишних структур а потом уже покажу что это может быть надо если успеешь значит создадим начало оно будет типа нода звездочка да я его назову пбегин поинтер на начало пбегин значит в начальный момент я заложу дону пт то есть это будет у меня символом того что у меня вот я беру на этот список пбегин это указатель который ссылается на начало но поскольку список в начале пуст то у меня он ссылается на нот птн на специализированное никуда я знаю список пуст добавим туда звено как мы добавим первое звено первое звено добавить очень просто для этого мне требуется пбегину положить новое новое тноды новое звено да классно классно и заложить туда хотелось бы мне сразу какие-нибудь данные но это сейчас будет отдельный вопрос давайте я пока что просто проверю что у меня в принципе все скопили и заработает так ноды и std shout соответственно я хочу что pay begin стрелочка дата тупо распечатываю что там есть естественно что там сейчас он создаст мне пустое звено там будет пустая строка потому что строка c++ она по умолчанию пустая так ну вот он вывел пустую строку так сейчас попробуем ему напихать туда какую-нибудь строку сразу конструктор по умолчанию у него наверняка там можно хелло а указатель нут ptr ну-ка давай тебя а если я скажу ему в опциях компилятора что я пользуюсь современным стандартам а я уже пользуюсь ну значит не хочет можно так сделать чтобы он это потреблял но не сейчас значит мне нужно явным отдельным образом взять заложить туда явным отдельным образом заложить туда эти pbegin соответственно мне каждый раз писать pbegin не очень удобно я сейчас знаете что я делаю я создам временные подсоздания узла временные указатель ноды звездочка p и собственно сразу туда сделаю ноды я ему сейчас укажу p соответственно data равно верно p соответственно next равно нул ptr и что я дальше делаю а потом я говорю а теперь ставлю начало равно p на этом p мне в принципе больше не нужно первое звено создается очень простым способом просто выделил под него память и загнал до значения все так теперь смотрим что это дело работает это получится значит добавление первого звена окей давайте добавим сюда еще пару звеньев но перед этим я хотел бы научиться пробегать по этому динамическому списку очевидно как это делать мне нужно создать временный указатель p который я сейчас у меня уже допустим указывает на условно длинный относительно я скопирую вот это значение указателя к себе из побегина сюда а дальше я начну делать что распечатывать p дата на экран и говорить вот эту вот такую волшебную правду п скопирую себе значение указателя отсюда то есть по сути начни указывать на следующий объект лежащий далее по списку на следующий я сведу таким образом p равно p next и таким образом я буду шагать по этому динамическому односвязанному списку вперед до каких пор я буду это делать до тех пор пока тогда у меня собственно p не равен нулу собственно можно даже вот так while p потому что нул как раз имеет ложное логическое значение а все остальные состояния указателя истина пока p p next ну а заодно кроме этого можно еще и распечатывать на экран прошу прощения это надо до 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 этого вот здесь вот я все буду отправлять соответственно p до данных кузля смотрю на его данные и перешагиваю я сейчас напишу это дело вот сюда вместо вот такого прямого доступа к p begin я сейчас буду это делать в цикле и при помощи указателя p сейчас что делаю пока p истина я буду делать что начальное состояние p я беру из p begin из указателя на начало а дальше я распечатываю то что у меня хранится в данных и перешагиваю вперед p равно p next то есть я копирую указатель из звена в мой собственно указатель который держится за текущее звено вот это вот это обход списка с распечаткой я легко могу дело вынести в отдельную функцию давайте пока на секундочку она поживет вон здесь хотя даже не знаю можно и вычеркнуть сразу давайте на секундочку поживет здесь так я заложил туда сейчас это первое звено и смотрим что у меня с распечатка вся срабатывает у меня работает работает список из одного звена тоже вполне требует к работе теперь добавлю второе звено сюда каким именно образом я его сейчас добавлю в начало списка оказывается есть варианты как и куда добавлять звено я могу добавить звено в начало представьте себе что у меня сейчас pbegin указывает вот сюда pbegin допустим указывает вот сюда а само звено оно да может быть кстати их там и много может быть там и много для того чтобы элемент новый звено добавить в начало что я должен делать во первых выделить реальную память под новое звено естественно выделив эту память мне нужно в каком-то временном указателе придержать адресочек ее пока я не успел еще все оборудовать нужно помнить куда это указывается что я дальше делаю я сюда записываю данные какие-то которые требуется сохранить а сюда записываю адрес следующего звена правильно который по сути является просто pbegin то есть я что делаю я беру вот этот адрес и копирую к себе pnext и тем самым я связываю новое звено с этим списком но после этого мне очень важно что сделать сделать чтобы собственно pbegin начал ссылаться на начало как я это сделаю я скопирую значение указателя из p pbegin поэтому некоторые адресные пересылки которые по сути присоединят звено и изменят начало списка динамического значения что я сейчас сделаю я говорю в первую очередь p равно new ноты дальше что я говорю я закладываю туда какую-нибудь какие-нибудь данные сейчас я конкретно напишу туда дальше что я говорю я ему говорю что твой next это тот кто у тебя сейчас дан pbegin в качестве pbegin а дальше что я говорю что у меня pbegin изменился теперь начало списка находится на этом звене которое я собственно прикрепил сначала ясно то есть прикрепление нового звена в начало списка выглядит вот так а теперь я все это дело разбросаю к функциям чтобы это выглядело более красиво и четко назвать эти вещи так сейчас одну секундочку да еще один момент на самом деле вот это вот оно будет срабатывать и в случае первого звена тоже просто pbegin там был нул ptr если я вот здесь заменю я скажу что это равно pbegin то вы можете заметить что ничего не изменяется существенно то есть все абсолютно точно так же срабатывает добавление нулевого первого звена и второго звена ничем существенно не отличаются друг от друга итак поехали что я делаю я вот это а ну давайте я запущу пока как есть что она работает у меня видите world hello world добавилась в список перед кем world так а теперь собственно поехали создадим функцию которая будет возвращать указатель она будет возвращать указатель в качестве своего результата называться она будет insert node значит она должна обязательно получить указательное начало p-begin p-begin так и она должна что получить те данные которые она хочет туда положить на самом деле вот здесь вот я использовал стринг но мне бы хотелось знаете как-то более абстрагированно сделать давайте я сделаю вот здесь вот некий data type а стринг я сделаю синонимом я напишу такой type def напишу type def std string data type это синоним типа я создал чтобы я смог подменить тип одним легким движением взять и написать что это не std string дейтинг дейтинг а весь список у меня уже готов просто чтобы мне каждый раз вот сейчас мне нужно в наименовании функции упомянуть какого типа там собственно данные я вместо того чтобы туда конкретно сразу стринг железно писать я вместо этого помену как просто data type правильно понятно синоним типа type def так вот что у меня этот insert node будет делать я во первых здесь напишу заголовок внизу напишу реализацию нему и напишу реализацию как вот отсюда тащим вот это вот единственное что это звездочка p и дальше а вот это присваивание совершенно бессмысленно так нельзя здесь мне правильным образом будет вернуть p в качестве результата то есть новое начало я буду возвращать в качестве результата и способ использования insert node будет вот такой p begin равно insert node p begin и так hello тем не менее это вполне компактно это влюстимое использование hello world first пожалуйста вставлял и потом могу распечатать я опять же пока не вытаскиваю функцию у нас сейчас потому что уже погонят по моему отсюда значит значит нужно описать теперь у меня пропало определение p отсюда вот соответственно я создал несколько изменений что-то 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 у меня нету к массиву понимаете в чем его польза вы помните как вставка происходила в массив в самое начало если мы добавляем элемент в начало массива это приводит к чему помните сдвиг вправо то есть вот мы берем элементы и переносим все чтобы туда впихнуть еще один в случае динамического списка никаких этих вещей не происходит что мы теряем работая с динамическим односвязным списком ну кстати двусвязным его сделать не сложно нужно просто второй указатель и поддерживать чтобы второй указатель указывал на предыдущее звено сейчас это не важно что мы теряем мы теряем как кристаллическую решетку мы теряем возможность сразу прыгнуть на плюс десятый элемент мы можем как бы итерироваться только плюс один но если он двусвязный то минус один так в ту сторону либо в другую сторону но сразу прыгнуть куда-то туда мы не можем да можно почему нельзя хранить указатели по отдельности на каждый звезд чтобы была такая возможность создать массив указателей а допустим ты хочешь вставить в середину что ты будешь делать в массиве указателей петоновский список это массив по сути указателей массив ссылок и вставка в начало вроде элемент ты создаешь отдельно все равно сдвиг происходит асимптотика так вот точно так же как с чистыми си строками есть вот проблема маляра шлемиеля который будет бежать до конца мы должны понимать что такие списки они имеют свою применимость они нужны тогда когда нам надо вставлять элемент в середину с низкой асимптотикой за год единицу в отличие от массива здесь это будет возможно или в начало а если нам нужно узнать длину то это очень простите сейчас мы успокоимся на этом мы с вами завершаемся сегодня до встречи через неделю спасибо